Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Марсенкиев. Всем добрый день. Борис Леонидович, французская Total Energy отказалась от закупки российского газа на Арктик СПГ-2. Расскажите поподробнее о причинах этого форс-мажора и вообще про уникальный проект Арктик СПГ-2. Ну, прежде чем рассказывать о технических подробностях Арктик СПГ-2, давайте оценим, что происходит, так скажем, с финансовой организационной точки зрения. Напомню, что в компании Арктик СПГ-2 60% факсов принадлежит компании Новотек. Все остальное, французская Total Energy, та самая, 10%, две китайских компании тоже по 10%, и консорциум японских компаний тоже 10%. В конце минувшего 23-го года Министерство финансов США объявило о введении санкций против компании Арктик СПГ-2. Это был ноябрь месяц. Действия самого Новотека совершенно с юридической точки зрения корректны. В том же месяце он предупреждает о том, что для компании Новотек форс-мажор наступил, что совершенно очевидно. Что это означает? Это означает, что вероятнее всего для того, чтобы продавать продукцию с Арктик СПГ-2, будет использоваться некоторое количество компаний для того, чтобы этот газ переставал быть газом Арктик СПГ-2. Так же, как в случае с проектом Ямала СПГ, акционеры имеют право покупать в соответствии со своими долями продукцию завода по отпускной цене, по себестоимости, грубо говоря. 60% должна продавать компанию Новотек. Разумеется, были долгосрочные контракты, все было аккуратно расписано. Подтверждением чему является, собственно говоря, принятое окончательное инвестиционное решение. Если нет гарантии сбыта, то такие суммы, которые требуются для запуска таких заводов, сметная стоимость Арктика СПГ-2, порядка 16 миллиардов долларов, из них 6 миллиардов то, что должны были оплатить акционеры. Из этих денег 80% уже оплачено. Соответственно, то, что Тотал объявляет форс-мажор, это значит, что она не будет напрямую закупать СПГ у Арктик СПГ-2. То есть здесь как бы возникает вопрос, а не стреляет ли Тотал Энерджи себе в ногу. С первого взгляда это выглядит именно так, но ровно до того момента, пока мы не начинаем присматриваться к акционерному капиталу самой компании Новотек. Если мы туда заглянем, то мы с удивлением обнаружим, что там присутствуют 19% акций, принадлежащие компании Тотал Энерджи. Что это означает? На мой взгляд, с организационной точки зрения, Новотек для того, чтобы проект работал, будет выходить на спотовый рынок, будет искать покупателей на какие-то краткосрочные контакты, Тотал Энерджи деньги свои все равно сумеет вернуть. Даже в случае продаж СПГ исключительно Новотеком, свои дивиденды Тотал Энерджи может совершенно спокойно получать. Дополнительная проблема, то, что еще летом прошлого года Министерство финансов США ввело, опять же, санкции против, есть у нас еще одна такая компания, Арктическая Перевалка, компания, которую создавали специально для того, чтобы она занималась операционным управлением пунктов Перевалки СПГ рядом с Мурманском и, соответственно, на Камчатке. Для чего они потребовались? С точки зрения бизнеса совершенно логичное поведение Новотека. Для Новотека, для проекта Ямал-СПГ, был разработан новый тип танкера-газовоза, он в международной классификации, так и значится, Ямал-Макс, танкера-газовоза арктического класса, усиленного ледового класса, если угодно, Арк-7. По сравнению с танкерами-газовозами обычными, он просто стоит в два раза дороже. Соответственно, для того, чтобы такие инвестиции хоть каким-то образом окупались, работать такой танкер должен там, где требуется его усиленный класс. То есть, собственно говоря, в акватории морского пути. И рейсы становятся короче, и с учетом пункта перевалки, дальше работают уже обычные танкеры-газовозы, они могут быть зафрахтованы, они могут быть своими, то есть, там уже появляется какой-то поле для маневра. Сейчас, поскольку санкции еще и против этой компании, как будет действовать Новотек, пока сказать сложно. Вероятнее всего, он вынужден будет не использовать эти базы, или опять использовать какое-то количество компаний, или будем наблюдать, если нам, конечно, расскажут, потому что понятие коммерческой тайны никто не отменял. Инвестиции более значительные, более чем значительные, и, соответственно, Новотеку придется прикладывать массовые усилия для того, чтобы проект находился в рабочем состоянии. Теперь, что касается технических подробностей, ресурсный источник месторождения Салмановское, оно же Утвене, это полуостров Гыдан. На самом деле, это просто восточный берег, правая сторона, если угодно, если на географическую карту смотреть, все той же Обской губы. То есть, если с западной стороны левый берег – это полуостров Ямал, то противоположная сторона – это полуостров Гыдан. Звучит как бы простенько, но ширина Обской губы в этом районе порядка 35 километров, не сказать, чтобы это было очень близко. Получив опыт при реализации проекта Ямал-СПГ, опять надо отдать должное компании «Новотек», совершенно логичное решение строительства завода по сжижению газа на гравитационных платформах. Большущая платформа в режиме боржи, соответственно, монтаж всего технологического оборудования проходит в заводских условиях, что уже ускоряет и урешевляет процесс, потому что заниматься монтажом оборудования при минус 50-60 в условиях полярной ночи немножко сложнее, чем рядом с Мурманском в поселке Белокаменск, где построен завод заводов со сложной аббревиатурой ЦСКМС, Центр судостроения и что-то там еще. Я даже не силен запоминать, потому что сокращение, которое придумали завод заводов, понятно, о чем речь идет, внутри заводского помещения, да, они огромные, самые большие в России, да, я думаю, и не только в России, смонтировали в режиме боржи, доставили линию до места будущей работы, заполнили соответствующие емкости бетоном, галькой, камнями, оно встало на дно этой обской губы, провели центрование, чтобы получить горизонталь, все остается состыковать с береговой инфраструктурой, трубопроводы и так далее, и так далее, и можем начинать работать. Дополнительный выигрыш тоже очевиден, потому что заниматься капитальным строительством в условиях грунта в виде вечной мерзлоты сложно, крутить сваи, еще что-то делать, здесь никаких дополнительных усилий не требуется, то есть с инженерной точки зрения проект совершенно великолепен. В прошлом году на место была доставлена первая технологическая линия, мощность 6,6 миллиона тонн в год, всего таких линий в проекте «Артик-СПГ-2» должно быть 3, общая мощность, соответственно, составит 19,8 миллионов тонн СПГ в год, грубо говоря, 20 миллионов тонн. По сообщениям от «Новотека», вторая технологическая линия готова уже более чем на 80%, по планам компании «Новотек», в 2024 году наступившем должна начать свою работу и вторая технологическая линия, про третью информацию и минимум, здесь тоже сложности, изначально для сжижения была выбрана технология немецкой компании «Линда», которая, как известно, из России тоже уже ушла. Известны и судебные иски со стороны «Газпрома», тоже были совместные проекты, и, соответственно, все имущество во всех совместных предприятиях компании «Линда» на территории России арестовано решением суда. Но хватит ли такой компенсации для того, чтобы были реализованы все проекты, за которые «Линда» бралась, сказать сложно. Так что удастся ли в срок в 2025 году должна начать работать третья линия, пока сказать сложно, будем следить за сообщениями «Новотека», не будем ориентироваться на сообщения от «Блумберга», «Файнэнш Лонг Таймсов». Я думаю, что это тот случай, когда в России мы узнаем об этом раньше, чем вся эта публика, которая в обычных случаях публикует то, что в голову взбредет. Дополнительная сложность, то есть такой проект, с одной стороны, красивый, с другой стороны, много проблем. Если мы говорим о СПГ-бизнесе, то составных частей у него много. Надо сначала разработать месторождение, построить трубопровод для места ожижения, сжижить газ и доставить до конечного потребителя. Нужны танкеры и газовозы. Под Арктик СПГ-2 планировалось построить 20 арктических газовозов, из них 5 в Южной Корее, 15 на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, рядом с городом Владивосток, в городе Большой Камень. Известно, что сдвиг вправо уже произошел. Причины тоже известного судостроительного комплекса «Звезда» о своей проблеме. Как-то совсем уж романтично выглядит еще и сотрудничество с южнокорейскими судостроителями, которые оказывали шефскую помощь, и проблемы с криогенными емкостями, и проблемы с винтерулевыми колонками, и с двигателями. То есть у всех своих проблем хватает. Тем не менее, «Новотек» вполне оптимистичен, потому что какая-то часть танкеров-газовозов будет сделана в срок, с учетом сдвигки самого проекта вправо. Есть надежда, что все появится одновременно, так как это было запланировано. Ну и что касается первой линии, то, как говорили наши скрытые агенты, первая капля упала еще в середине декабря прошлого года. Сейчас технологическая линия работает на 50% мощности, и до конца января, опять же, по планам компании «Новотек», должна начаться первая отгрузка. Известно, какой танкер будет это делать. Опять Кристоф де Маржери. Напомню, что именно этот танкер осуществлял первую отгрузку с проекта «Ямал-СПГ». То есть, видимо, решили символично, чтобы и новый проект был, значит, тем же человеком, бывший глава «Тоттел Энерджи», который оказал очень большую поддержку при реализации проекта «Ямал-СПГ». Судя по тому, что пишут люди, близкие к проекту, перевалка будет, минуя перевалочную базу, то есть, борт в борт, в акватории Мурманского порта, СПГ из криогенных емкостей Кристофа де Маржери будет перекачан в емкости обычного газовоза, неледового класса. Что это означает для России? Понятно уже, что с первой технологической линии все понятно, то есть, гарантированный рост грузооборота по Северному морскому пути в 2024 году, вот первые 6,6 миллиона тонн мы уже видим невооруженным глазом. Результаты работы Северного морского пути в 2023 году, это, конечно, отдельная тема для разговора. Сегодня замечу кратко, что поставлен очередной рекорд 36,25 миллиона тонн. Для любителей говорить, что в Советском Союзе все было иначе, напомню, что максимальный показатель грузоперевозки по Северному морскому пути советских времен составлял 7,2 миллиона тонн. То есть, за прошедшее время мы этот грузооборот практически в пять раз увеличили. Я думаю, что останавливаться не будем. Понятно, что со сложностями, но на подходе новые и новые проекты. Будем надеяться, что мы их сумеем все реализовать. Здесь и проект «Восток-Ойл», здесь и проект «Серодосайского угля», который ведет компания «Северная звезда», и подписанное соглашение компания «Северная звезда» с руководством Красноярского края о том, что компания выйдет и на Лемберские площади. Это месторождение угля, классика класса «Арктик карбона» на Диксоне. Это, наверное, уже такая более отдаленная перспектива. Проектов у нас много. Я думаю, что если эта тема интересна, то по Северному морскому пути можно сделать даже не одну передачу, а несколько там действительно интересно, ново, свежо по понятным причинам. Но это, наверное, уже выходит за рамки сегодняшней передачи. Борис Иоанидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на «Геоэнергетика.Инфо» в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном в комментариях. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Обязательно пишите комментарии, тогда мы будем понимать, какие темы для вас наиболее интересны. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин